Здравствуйте, меня зовут Елизавета, я научный сотрудник Дарвиновского музея. И нам поступил вопрос, где растут шоколадки? И сегодня я попытаюсь на него ответить. Поехали! Если говорить про растения, которые изменили нашу жизнь, то сразу вспоминаются сельскохозяйственные культуры, потому что растения нас в первую очередь кормят. Но растения к тому же еще нас лечат, используются в медицине некоторые травы, к тому же растения нас вдохновляют, множество художников изображают цветение и разные другие периоды в жизни растений. Но и, конечно, растения нас балуют. И вот к категории, где растения нас балуют, относится шоколадное дерево. Но, естественно, на дереве не растут шоколадки. Как же на стол попадают шоколадные сладости, мы будем сейчас разбираться. Научное название шоколадного дерева – теоброма какао. Такое название в 18 веке дал шведский естествоиспытатель Карл Линей. Теоброма – это родовое название, переводится как «пища богов». Где же растет шоколадное дерево? Вообще родина в тропическом лесу Южной Америки. В тропическом лесу самые благоприятные условия. Там влажно и отсутствует сезонность, то есть круглый год там тепло. Растение, шоколадное дерево, оно очень прихотливое. Ему нужно достаточно влаги, высокие температуры и при этом не нужно, чтобы палящего солнца. Поэтому чаще всего они растут в нижней части леса. Плоды шоколадного дерева вырастают очень большими по размеру. И поэтому в тропическом лесу развито такое явление, которое называется каулиофлория, то есть образование плодов и цветов непосредственно на стволах и ветвях деревьев. Цветение дерева очень красиво выглядит, потому что непосредственно эти цветы прямо растут на стволе дерева. Выглядит это очень впечатляюще. Пылением цветов занимаются маленькие мошки. Но лишь малая доля цветов дает плоды. Где-то примерно 20 плодов на дереве. Это еще считается достаточно плодовито. Созревший плод очень трудно спутать с плодами других деревьев, так как он похож на мячик регби или дыню, покрыт такой грубой кожистой кожурой темно-желтого или темно-баклажанного цвета. Внутри плода мякоть с семенами. И так вот сами семена очень горькие, но именно из этих семян производится шоколад, который мы привыкли с вами есть. Немного историй. Американские индейцы первые, кто начал использовать какао-бобы в пищу. Но то, что они ели, совсем не похоже на тот шоколад, который едим мы. Вообще они варили напиток из тертых семян. Он был горький. Могли добавлять туда ваниль, перец, какие-то другие приправы и таким образом потреблять его в пищу. Вообще во многих древних культурах Мезоамерики и Южной Америки шоколадное дерево почиталось, фигурировало во многих мифов. И, кстати, предположение, что Карл Линей назвал шоколадное дерево теоброма, то есть пища богов, не потому что шоколад такой вкусный, а потому что американские индейцы какао-бобы очень сильно почитали и в мифах рассказывали про них. И даже во время своих ритуалов часто использовали напиток из какао-бобов. Но только в Европе какао приобрело более знакомый нам вкус. Все началось с испанских завоеваний в Латинской Америке. Завоеватели нашли тонны какао у вождя ацтеков и привезли бобы в Испанию. Но сначала не очень понравились испанцам какао-бобы, и они постепенно стали улучшать. Они варили напиток из семян и стали добавлять сахар, пряности. И уже в таком виде какао получила свою популярность. Потом уже какао-культура попала в другие европейские страны, во Францию, Италию и в итоге распространилась по всему миру. Как же делается всем нам знакомый шоколад? Итак, когда срывают какао-боб, из него достают семена какао. После этого семена сушат и жарят. И из какао-бобов получают два основных продукта. Это какао-масло и какао-порошок. А уже потом делают сладость, каким-то образом меняя количество тех или иных составляющих. Ну, например, белый шоколад это тоже шоколад. Хотя многие привыкли говорить, что это не шоколад, там нет какао-порошка. Да, порошка там нет, но там есть какао-масло в большом количестве. А это тоже результат переработки какао-бобов. Ну, а белый цвет у него именно потому, что нет какао-порошка. Горький шоколад это, которым какао-порошок и какао-масло, но какао-порошка чуть больше. А молочный шоколад, там и какао-порошок, и какао-масло, еще добавляется сухое молоко. Вот такие разные комбинации позволяют изменить вкус шоколада. Что интересного еще можно сказать про состав шоколада? В нем содержится теобрамин. Это такой специальный алкалоид. И теобрамин наряду, например, с кофеином, обладает возбуждающим действием. То есть, действительно, если вы съедите шоколадку, у вас поднимется немного настроение. Но содержание этого теобрамина в шоколаде сравнительно мало. Поэтому наш организм способен с легкостью его переработать. Так что бояться его не надо. Но не надо давать шоколад своим домашним животным. Потому что они как раз не переносят этот алкалоид и могут очень сильно отравиться. Не знаю, как вам, но после этого рассказа мне захотелось съесть кусочек шоколадки. Так что, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, кушайте шоколад. И если этот ролик наберет больше 300 лайков, то я продолжу делать ролики про еду. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова